начинаем вязать балерон количество петель у нас должно соответствовать нашей ширине от плеча до плеча и более того оно должно быть кратно 10 но плюс 1 петля для того чтобы у нас по краям оставалось по 2 петли без рисунка для этого мы добавляем еще одну петлю у меня получилось 50 одна петля то есть коллеги кратность 10 нам нужно для того чтобы выдержать рисунок симметрично плюс одна петля для того чтобы по краям было по 2 петельки кромочных начинаем как обычно обвить обвиваю поскольку это болеро легкая будет ажурная вязать надо на достаточно рыхлой плотности у меня восьмерка стоит набираем обвитием провязываем 4 ряда провязала 4 ряда свободненько на восьмой плотности сейчас мы сделаем подгиб зубчатый для этого ты оставляю 2 свои петельки каждую следующую петлю через одну просто пересаживаю на последний это обычный зубчатый подгиб сейчас я пересажу после этого еще четыре ряда одеваю подгиб на иголки и начинаю взять изделие делаю обычный зубчатый подгиб подгиб провязан петельки одела все провязала 2 ряда теперь начинаем взять рисунок рисунок у нас принципе очень простой простые пересадки будут оставляем две наши кромочные иголки их мы вообще не трогаем третью иголку просто пересаживаем на соседнюю и так через одну рисунок дырчатый очень ажурный с небольшим нюансиком пока мы до него дойдем пока вяжем так пересадки делайте все время в одну сторону чтобы не было разнобоя так пересадили все петельки все иглы в работу подвигаем вообще все-все-все иголочки проверяем зычки провязываем два ряда окно вот видно что вот тут у нас была дырочка оставляется 3 кромочных петли потому что дырочка была на 2 вот этих вот на 2 вот этих петельках берем берем между ними пересаживаем сюда получается здесь 3 кромочных петли здесь 3 и с той стороны точно также будет 3 кромочных петли и также через одну иголку пересаживаем все остальные петли нашего изделия провяжем после этого ставим все иглы в работу провяжем еще два ряда теперь мы будем ввязывать такие можно назвать островки островки будем вывязывать на наших десятых петельках серебряные планки плотинки мои ввязывать будем через одну начало на 30 10 потом 10 30 следующие плотинки на 20 0 20 40 через одну час мы будем завязывать начинаем вывязывать островок на 30 30 здесь на 1 десяточки для этого я вот эти две петельки просто выдвину я их не трогаю они мне провяжутся гладью снимаю следующие петли пересаживаю так чтобы меня получилось они в шахматном порядке все время пересаживаю в шахматном порядке правую левую правую левую ряд пересаживаю пересаживаю дохожу до вот этих двух моих петелек их не трогаю эта петля у меня уже работала значит я беру следующую меня здесь остается 3 петли это нормально три петли начинают образовывать как островок снимаю дальше 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 прохожу эту серебряную платинку и я буду оставлять в следующем рисунке когда закончу эти островки так вот на следующий островок следующей платинке их двигаю оставляю вот так вот таким образом провязываю оставляю эти платинки где следующие три петельки эти три петельки работают здесь будет провязана лицевой гладью три петли таким образом через одну я вот так оставляю по 3 петельки до конца ряда так провязали начало островка теперь то же самое делаем только оставляем и две петельки а 4 в итоге получится 5 потому что вот эта петля у меня как бы должна на нее уйдет пересадка так мы начинаем 3 кромочных нас сик рисунок идет шахматном порядке пересадили поставили всю работу два ряда пересадили поставить работу два ряда также переносим 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 вот мои 4 петельки но 5 уже работала поэтому я беру 6 пересаживаю на 5 у меня получается островок уже из пяти то есть он идет на расширение пересаживаем дальше до следующего островка точно так же там остается пять петелек 5 5 5 пересаживаем до конца ряда выставляем все иглы в работу проверяем язычки два ряда вот у меня мои островки 5 петель теперь я делаю опять три петли идем на убыль так чем работала петелька иголочка теперь работает соседние все в шахматном порядке дохожу до островка видите убираю опять эту петлю мне остается три как начали точно также советую чтобы не путать и не пропустить островок выдвинуть сразу эти вот петельки вы не не запутаетесь не забудьте все теперь можно спокойно пересаживать вы уже не перепутайте ничего точно также всю работу провязываем два ряда сверху дальше так вот наши островки вывязаны и хорошо видно мы его вывязали теперь мы закрываем вернее не закрываем пересаживаем все петли мне 3 кромочная сейчас я не оставляю вообще никаких петелек убираю все все подряд и таким образом провязывать два раза то есть меня без как бы без дополнительного рисунка я сейчас убираю все петли провязываю и еще раз делаю то же самое провязываю после этого я буду вязать островок уже не на этих петельках не на этих иглах она соседних между ориентиром будет средняя платина серебряная и через одно делаю все то же самое вижу нужную мне высоту мне нужно примерно 30 сантиметров но при этом рисунок должен быть закончен то есть я должна провязать последний островок и после него еще два ажура вот тогда я смогу делать еще одну планку и закончить вязание вот мы довязали наш платную нитья в принципе поскольку мудей завязано на рисунок можно необходимую длину даже не рассчитывать а просто померить мне нужно 30 сантиметров я связала свои эти 30 сантиметров она слегка под растянется у ляжется на на плечах ничего страшного здесь примерность допустимы зато и довязала мои островки до конца провязала два ряда ажуров после них мне рисунок будет законченной теперь повторяем нижнюю часть 4 ряда гладью пересаживаю зубчатый край делаю пересаживаю также через одну петельки провязываю еще четыре ряда и дальше уже на ваше усмотрение можно одеть обратно на иголки завязать косичкой но я не хочу это делать потому что здесь край достаточно эластичен он должен хорошо тянуться косичка нам не даст эластичности поэтому я вот это все сделаю открыты петли трикотажным швом пришью иголкой полотну по несколько петелек отпускаю пришиваю к первому ряду от моей дырочки они показывают где у меня начинается подгиб вот они я пришиваю просто петелькам над дырочками в тому ряду не затягивая просто через край главное не тянуть получается достаточно аккуратный шов он эластичен его не видно с обратной стороны вообще все замечательно вообще ничего не видно так вот через край сейчас я все это подошью будем заниматься рукавами хочу рассказать по поводу рукавчиком можно в принципе оставить как есть у нас очень аккуратный край получился эти две кромочные петли не очень аккуратно смотрятся принципе можно оставить вот так вот просто ажурный край без отделки без всего очень красиво вот очень чисто аккуратно получилось можно привязать небольшой рукавчик мы привяжем рукавчик делаем вот точно таким же как наши подгибы с двух сторон здесь будет такой же маленький подгибчик сейчас моя задача насадить мое вязание боковыми частями мои подгибы с двух сторон сейчас я должна сделать рукав посадить на иголки делать буду на глаз немножко подтянув изделие видите слегка растягиваю чтобы не не был у меня рукавчик мой стянут я где-то вот замечаю отсюда вот так вот замечаю какие тут у меня иглы стоят чтобы с другой стороны сделать то же самое подвигаются волки и насажу сейчас нашу полеру изнанкой к себе эти то лицо у меня изнанка к себе сейчас насаживаю подгибы тоже идут в работу подгибы я тоже подсаживаю на иголки вот три иголочки здесь на подгиб 3 волочки здесь если у меня подгибы одного размера то и количество игол должно быть одинаково никакого никакой кривости и за самый-самый кончик вот за петельку за протяжку я насаживаю чтобы не было никаких толстых краев протяжка протяжки маленькие вот за эти протяжки я просто равномерно насажу насаживаю краешки потом серединку потом серединку серединке чтобы у меня было ровно-ровно подгибы тоже за кончики лучше крючком на кончик третье за кончик а среднее за два кончика все получается у меня подгиб закрыт потом я в эту ниточку уберу внутрь и и и не будет видно три петельки здесь точно так же три петельки здесь получается одна крайняя кромочная две смотрите чтоб симметрично все было все закрыто все убрано три иголки здесь теперь я ищу примерно середину и одеваю теперь середину середины одеваю чтобы меня вот эти провисы были одинаковые тогда у меня мое изделие оденется очень ровно и не будет нигде ничего перетянуто опять середину ищу на среднюю иголочку таким образом если одевать то у вас всегда будет равномерно надетое изделие у меня же нету петель если одеваю без петель вот так вот за протяжки это самый лучший способ каждый раз между иголками вы ищите средину одеваете а потом можно просто одеть оставшиеся иголки во все изделие будет равномерно одета на иглы и отделы мои петли равномерно видите все ровненько все все симметрично теперь моей нитью провязываю здесь было по 4 ряда рукав я сделаю по 6 вяжу 6 рядов простой гладью на моей большой плотности все такой же какая плотность была здесь такая же и в рукавах я провязываю 6 рядов и сделаю зубчатый край провязали 6 рядов теперь снимаю через одну я две оставлю снимаю через одну две петли оставила и через одну снимаю на соседнюю точно также как делал весь рисунок тоже 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 самое после этого я провязываю еще 6 рядов так вот что получается мой подгиб полотно подгиб я могу навесить вот эту часть на иглы закрыть косичкой могу снять на брусовую нить и подшить руками как как я делала подгибку по краям ваш выбор как хотите пожалуйста здесь я закрою косичкой потому что тут такой очень свободный косичка я стягивать не буду закрою косичка вот этот край который у меня остался он очень хорошо виден прекрасно оденется на иголочке и очень аккуратненько косичкой все закрою если вязание свалилась она подтягивается гуляет выдвините иглу обвейте ее и одевайте дальше тогда вот это вязание у вас уже никуда не уйдет sky она тут болтается там она будет уже закреплена лучше вот что у нас в итоге получилось рукава достаточно аккуратно вышли подгиб сверху снизу так напомню еще раз что вот эта ширина это наши плечи причем плечи вот я покажу был где-то до сюда вот вот отсюда через спину до следующие плеча вот это наша длина вот эта часть это наша рука вот здесь вот и сантиметра 45 прибавки вот вот так мы мерим вот что у нас получается теперь вот это все нужно отпарить аккуратненько у меня счастье свет далее могу отпарить после чего мы зашьем рукава и собственно вот это вот это и есть наше болеро здесь аккуратненько подшить наш подгиб и все пришиваем только подгиб так вот пришиваем подгиб с этой стороны и подшиваем подгиб с этой стороны убираем все нитки все наша болеро готова можно носить если его сделать как я сделал из махера прохладно на платье накинули сверху красота невероятное тепло если вы сделать из хлопка и поплотнее связать немножко по длине и тогда вяжите просто по длине и рукавчики будут длиннее закрывайте плечи от солнца в жару универсальная вещь очень красиво и необычно главное посмотрите как все просто на самом деле вяжется просто прямоугольник идем отпариваем сшиваем и мерим